Марина Лагвиненко отключила свою квартиру от центрального отопления в 2005 году. Теперь её жильё обогревает конвектор, который позволяет экономить на расходах несколько тысяч рублей. Всё это время она не знала никаких проблем, но в прошлый отопительный сезон ей начали приходить квитанции на оплату за тепло, которого она не получает. В результате образовалась задолженность, и жительница посёлка Зарубина обратилась в суд. Слава богу, я вот буквально три дня назад получила все документы, которые теперь узаконены. И я спокойна теперь, что мне не будут больше присылать никакие квитанции за то, что я не потребляю, но я должна заплатить. Если в Зарубина проблема благополучно разрешилась, то в посете аналогичный конфликт только набирает обороты. Раньше этот дом принадлежал военным, которые в 2001 году вырезали неисправные батареи. Новые радиаторы не поставили, но пообещали, что за отопление платить не придётся. Так было до прошлого года, когда жильцам начали поступать квитанции. У них также образовалась задолженность. Мы не отказывались платить какие-то проценты за отопление из-за того, что проходит стояк через наши квартиры. Ну, они просят оплату в полной мере. Мы с этим не согласны. Почему я должна платить за отопление, если его у меня нет? Как и жители Зарубина, шесть семей пассиета за свой счёт установили кондиционеры и обогреватели. Зима не за горами, а значит, квитанции по оплате за тепло будут поступать исправно. Вот только тепло без батареи получать невозможно. Александр Шедловский, Максим Евсеев, Панорама. Зима не за горами, а значит, квитанции по оплате за отопление. Спасибо.